Реходы меня особенно не следили, да? Такого не было, вот так вот. Ну, когда ты подходишь к каким-то отметкам, понятное дело, что и пресса, и фанаты, и, в принципе, ребята тоже говорят, что осталось там чуть-чуть, поэтому приходится. Понятно, понятно. То, что сегодня отменили гол, который вообще не забили, как-то, наверное, может быть так. Отменили гол? Ну да, последний гол, в принципе, должен был варьбовать, но он попал в защитник, да? Нет, попал в защитник, да? Нет, попал в защитник, да. То есть вы уже в этот момент знали, что попал в защитник. Да, да, да. Саша, скажите, пожалуйста, вы же с Пёдоровым играли, с Серёжей. Сколько вам было примерно лет, когда вы так стали замечать? Когда вы начали? Примерно, да. Когда, да. Да, вот, Эдивидору показывали, может быть, я не знаю. Ну, когда начали играть, все знают, что есть русская пятерка, есть великие игроки, которые здесь сидят. Буре, Фёдоров, Районов, Могильный, Козловый, Петисовый. Поэтому все всегда знали, об этом все говорили. И, конечно же, мне повезло, что я сыграл с ним в одной команде за сборную. Очень многому научился, и поэтому здесь для меня это колоссальный опыт и память на всю жизнь. Саша, скажите, в отношении Фёдоровым, естественно, вам советов много давал. Каким-нибудь, может быть, в голове что-то осталось, что-то такое, может быть, особенное? Ну, без разницы в том, что про выиграешь, выиграешь, надо все забывать и двигаться дальше. Понятное дело, что с каждым разом ты взрослеешь, с каждым разом ты играешься опытом. И такие игроки, которые добились очень многого хоккея, когда тебе говорят, ты слушаешь и запоминаешь. А какую следующую хоккейную мечту вы бы хотели осуществить? В принципе, много. Сыграть с ним, например, хотели бы? Ну, я не знаю, это всегда виновата об этом думать, поэтому сложно говорить. Как, в общем, вам роль отца-отсовства? Все хорошо, да, жена помогает, все отлично. Какие у вас планы на вот предстоящую неделю? Отдохнуть от хоккея, побыть семьей, различить болячки и двигаться вперед. Спасибо. Алекс, как у вас есть сообщение здесь? Это было много лет. Мы остались на раздражаться. Давайте идем. Как вы думаете, у вас вы получите дефенцирую? I think we make too much mistakes. Always. We know the system that works. We try to get too much. But as I said, right now we need that break. We're going to take it. We're going to relax. We're going to enjoy the time with the families, with the friends, and come back fresh and the way we go. Do you think fatigue has been a factor in the deep run last spring and catching up to some people? I don't know. It's hard to say. Sometimes you kind of feel like you need a break. Or sometimes you feel like, okay, I just want to play. I don't want a day off or I don't want a practice day. I just want to, because you're in the rhythm, you feel the puck, you feel the ice, and you feel much better than, you know, sometimes after a day off or whatever. Was it the concussion spotter who pulled you? Yeah, I just lost my dream and I was surprised at the NHL call and I tried to see what happened. But, you know, you know me. Your goal was a milestone point tonight, tying the record for points by Russian born playing. Is that a special moment? Of course it's special. Of course it's nice. Of course it's a big privilege. Especially when you play together and you learn a lot from that legend. And then, obviously, I'm pretty sure Fez is very happy. It's me and nobody else. Alright, thanks guys.